Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Все, кто имеет сегодня Слово Господне, откройте вместе со мной книгу-притч, главу третью. Будем читать два текста, третий, четвертый и девятый текст. «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Девятый текст. «Чти Господа». Мир, в котором мы живем, он переживает бурю. Многие устои, которые были извечно ценными, неприходящими, они сегодня поколеблены. Избывается Слово Господне. Мир проходит. Мир меняется со страшной силой. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Именно об этом надежном, крепком, мощном мне хотелось сегодня совсем немножко поговорить вместе с вами, чтобы помолиться. Это слово продиктовано не человеком. Это Бог позаботился о живущих на земле. Бог видел состояние молодых людей. Бог видел и знает определенно состояние сегодня семей, проживающих в нашей местности, в нашей стране, по всему миру. И у Бога есть рецепт для Отца и для Сына. У Бога есть предложение, серьезное предложение, и на Него должна быть реакция достойная. Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи им и шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего. Но, что связано с этим, благословенная, праведная жизнь. Сам текст, он говорит о том, что у Бога есть, что предложить. У Бога есть то средство и тот рецепт, который приведет нас к здоровому, правильному образу жизни. Посмотрите, какая гарантия. Это четвертый стих. Обретешь милость, благоволение в очах Бога и людей. Самые важные моменты, самые ответственные моменты, перед которыми мы когда-то с вами встанем, это за наш выбор, за наше с вами решение. И чтобы оно не было проигрышным, нам очень важно оценить то, что Бог ценит. Это его предложение. Это не проповедник сегодня говорит. Мы открыли с вами страницы живого письма от самого Господа Бога. Парни, девчата, сыновья и дочери, отцы и матери. Ответственней, переживательней в жизни, чем этот текст. Ребята, вы можете сегодня без решения этого вопроса покинуть дом молитвы. Да не будет этого с вами. Сделайте правильный вывод. Встаньте на сторону предложения Господня. И тогда вы сможете устоять. Тогда ваша жизнь состоится, обретешь милость и благоварение в очах Бога и людей. Второй текст мы с вами прочитали. Девятый стих. Чти Господа. Можно пройти мимо этого важного составляющего. И блажен человек, который в своей жизни ответит правильно на это Божье предложение. Чти Господа. Мы с вами уже первый раз бываем на страницах книги «Притч», братья и сестры. Сегодня здесь этот текст говорит о том, чтобы человек, молодой человек, сын, который живет и имеет верующего отца, мог правильно встретить Господа. Писание говорит семь раз. Чти Господа от имения Твоего и от начала всех прибытков Твоих. Это очень важно. Не старикам только. Это очень важно молодым. Особенно, когда они стоят на пороге и весь мир лежит перед ними. Мы с вами прочитали. Иоанн, брат Господень, говорит, исполняющий волю Божию пребывает вовек. Писание говорит, пусть никто не является предлицом Моё с пустыми руками. Но если нечего дать? А если нечего предложить? А какая надежда тогда для таковых людей, которые не видят то, чем они обладают? Заметьте, здесь очень много раз сказано от имения Твоего, от поля Твоего, от скота Твоего, от рук Твоих. Все замыкается на нас, на людях. А если нет этого? Если ничего не вижу в этом? Какая есть надежда? Я хочу вам привести пример. Это классический пример, живой на все века. Это наш Господь. Он родился в бедной семье. Его родители, чтобы принесть законное по обряду, они ничего более не могли принести, как двух птенцов голубинных. Это говорит о очень бедном их состоянии. Сам Иисус Христос не имел дома своего, не имел денег своих. Его даже похоронили в чужой гробнице. что Он мог прийти, что Он мог дать Отцу Своему. Он дал Себя Самого за грехи наши. У Него не было того, чем мог даже самый бедный человек предстать. Он дал Себя Самого. Но не только Его жертва сегодня очень важна для нас. Братья и сестры, мы здесь видим и Бога, Отца, Который дает нам Своего Сына. Римлянам, 8 глава, 32 стих, сказано так. Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его ради нас. Слышите? Это ответ сегодня. Ради нас, грешных, Бог Сына Своего не пощадил, потому что это была отчаянная нужда погибающего в грехах человека. Это твоя нужда и моя нужда. И Бог Сына Своего посылает, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, дорогие друзья, научимся сегодня этому. Есть еще один интересный случай. Он записан во втором послании Коринфянам. Это были верующие люди, македоняне, которые уверовали и приняли благодать Божию. Посмотрите, как о них сказано, 8 глава. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, а глубокой нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Они доброходны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам. Нищета глубокая, потрясающая, но желание послужить святым Божиим, который находится далеко от них, оно заставило их среагировать. Заметьте, ребята, девчата, что они сделали, что они могли дать? Они отдали себя Господу. И сегодня время очень ответственное. Я хочу призвать вас, если вы этого не сделали, решение отдать и посвятить вашу жизнь Господу, это время сегодня. Сегодня это ваше решение. Писание говорит, когда вы слышите голос Божий, не отклоните решение на завтра. Не станьте столь глупым, сделайте это сегодня. «Чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибитков Твоих и наполнится житницы Твои до избытка, а точила Твои станут переливаться новым вином». Господь оплатил наши счета, Господь дал себя за нас, чтобы мы теперь могли, оценив Его подвиг крестной смерти, искупительной крови, могли бы принять и сделать это решение. И помоги нам в этом, Господь. Аминь.